Доброе утро! Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, инвесторы! Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова, с вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня у нас в гостях лицензированный обмотчик, который работает с технологией совмещенных обмоток Славянка уже в районе 8 лет. Подробности смотрите в нашем выпуске. Виктор, здравствуйте! Сегодня вы первый раз у нас в гостях. Расскажите, какова цель вашего визита? Нашего визита? Наша визита цель такова, что Дмитрий Александрович, я знаю давно. Мы всегда с ним общались в скайпах, по телефону. Он всегда нам помогал и рассказывал. И вот у меня такая возможность, что я решил приехать сам и познакомиться со всеми воочию, чтобы... Ну, вы являетесь профессиональным обмотчиком, лицензиатом, если я правильно понимаю. Да, я являюсь тоже обмотчиком и тоже лицензиатом. И уже эти электродвигатели, я их начал мотать еще с 90-го года, еще даже раньше, наверное. И до 12-го, или до 11-го года, и до 12-го года, когда я только познакомился с Дмитрием Александровичем, и вот тогда я стал мотать Славянку. А почему вот, получается, вы довольно долго мотали классические двигатели, звезду, треугольник, почему вы пришли к Славянке? Как вообще так получилось, как вы о ней узнали? Как я узнал? Мы познакомились с Дмитрием Александровичем. Хорошее начало. Да. И свой первый двигатель я начал сразу с 50-киловаттного мотора. 50-киловатт? Сразу. И когда я его поставил, и он пошел и дал большую экономию, он не стал греться, перестал. И тогда я больше, с тех пор, я больше классику не мотал. Вообще ни одного двигателя? Вообще. И сколько лет уже это длится? 8 лет я уже ни одной классики не мотал. Здесь, кто меня знает, я могу сказать, что никто не может мне сказать, что я сейчас что-то наговариваю. На самом деле, то есть, с кем я общался и когда я работал, то я отказывался мотать полностью классику. Классику я не мотал. Ну это серьезно. 8 лет, в принципе, мотаете уже исключительно одну Славянку. А почему так происходит? То есть, кто-то считает, что обмотчику выгодно заниматься намоткой именно Славянки. Кто-то говорит наоборот. Вот какова реальная ситуация на сегодняшний день? Ну я могу сказать, что на сегодняшний день, кто как хочет, тот так и работает. А с точки зрения эффективности, вот, например, заказчик, да, вот он заказывает двигатель. Насколько я знаю, есть такой период, называемый техническим обслуживанием, да, когда любой человек должен принести свой двигатель и либо его обслужить, либо приобрести новый, потому что он выходит из строя. Да. Со Славянкой эта история меняется, то есть, чаще, реже. Насколько это все жизнеспособно? Славянка, я считаю, она тоже сгорает. И эксплуатационщики не делают ППР, то хоть будет Славянка, хоть будет не Славянка, классика, она все равно сгорит. А ППР, поясните для наших зрителей, что это такое? Ну, во-первых, это подшипники. Во-вторых, это потянуть контакты, поставить защиту, чтобы у тебя все работало. А если у тебя пропадет фаза, то сгорит и классика, сгорит и Славянка. Только Славянка на двух фазах, она еще какое-то время еще поработает в холостом режиме, а на Грузе Славянку она все равно сгорит. На сегодняшний день, я думаю, что уже появились энергетики, которые стали ставить защиту, стали ставить оборудование, стали ставить проверять токи, напряжение. И стали они как бы больше относиться к своему хозяйству из-за дороговизны, чисто электродвигателя. А вот, Виктор, смотрите, получается, исходя из того, что вы говорите, вы сказали, что Славянка вам нравится. То есть вы ее 8 лет уже занимаетесь и только ей классику перестали использовать. Вот, исходя из того, что вы сказали еще, не совсем понятно, почему вы пришли именно к Славянке. То есть мотать ее сложнее. По потребителю, потенциальному заказчику, получается, без разницы, Славянка это будет или не Славянка. Вот почему же все-таки вы к этому тогда пришли и зачем вы усложнили себе жизнь, исходя из того, что... Это не жизнь. Знаете, у каждого... Вот вы снимаете кино, да? Это ваше хобби, да? А работа моя тоже мое хобби. И хочется сделать, чтобы оно работало и хорошо. Ну, то есть фактически все-таки получается, Славянка, она превосходит по своим характеристикам. Конечно. Классику. И тому же потенциальному потребителю, в зависимости от его надобности, Славянка может быть выгоднее. То есть эксплуатационный выбег, скажем так, ее больше. Конечно. По надежности. Я здесь могу сказать точно, что мы, кольца, делали, неоднократно меняли двигателя в меньшей мощности на большую мощность. Неоднократно мы меняли та же и на компрессорах. Это не просто там на каком-то насосе. Про насосы вообще можно сказать? Потому что это насос на Славянке, это, ну, как говорится, там вообще нужно еще на порядок уйти по габариту двигателя, если поставить на Славянку. Но имеется в виду на уменьшение? Да, конечно. А на насосе это такое. А вот на компрессор поставить, это да, компрессор это как бы показатель на редукторе, на каком-то бетоне, на каком-то, ну, в общем, на тяжелой технике это показатель того, что двигатель, допустим, 7,5 киловатт, а он выполняет работу 9 киловаттного 11, ну, 11 это очень тяжело. А вот 9 киловатт, 7,5 по железу просто подтянет по плотности тока, то есть он вытянет эти 9 киловатт. В этом же габарите 7,5, 7,5 двигатель киловатта, он будет так же работать, но уже он будет тянуть двигатель и токи 9 киловаттного мотора. Ну, то есть, грубо говоря, если мы берем не Славянку, а классический двигатель, то нам нужно будет поставить 9,5 киловатт, да, там, двигатель. Это будет уже больше, чем 9,5 киловатт, а 10 киловатт, там, 11, нужно будет поставить, да, да. То есть, ну, фактически мы, опять же, выигрываем в массогабаритных размерах и весе. Конечно, и то, что двигатель будет работать долго, потому что бывает даже двигатели загрузят, бывает даже двигатели подшипники у него, сам, что-то разбивает, и бывает всякое с двигателем. И, тем не менее, все равно при перегрузе двигателя Славянка не сгорит, она уменьшит обороты. Это тоже мы уже испытывали. Ну, то есть, фактически, все-таки для потребителя Славянка интересна. Конечно. Вот. Потому что она интересна не только для потребителя, а она интересна даже тем, что человек поставил двигатель и забыл. То есть, меньше приходится самому же этому, пускай я бы его назову, потребителю перематывать электродвигатели. То есть, грубо говоря, исходя из всех вот этих вот нюансов, о которых мы поговорили, человек поставил новый двигатель на классике, допустим, тот у него работает год, и он идет его обслуживать, на Славянке этот срок может увеличиться. В зависимости, ну, в связи с тем, что вот эти перепады напряжения и прочее, 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 двигателю просто, ну, не доставляют никакие хлопки. Конечно. Если у тебя контакты хорошие и нормальные подшипники, крышки нормальные, то двигатель будет работать. Я просто хочу сказать то, что на буровую установку Славянка, когда двигатель у тебя не греется, и когда у тебя нормальные токи, и когда его нагрузка идет минимальная, он держит, он работает дольше в воде, чем у тебя бы отработала классика в этот момент в воде. Все ясно. Потому что у тебя токи возросли, где-то оно что-то пробило. Если, допустим, на Славянке можно поставить тоньше изоляцию, то на Классике ты ее должен толще поставить. Все зависит от этого. То есть на буровых установках они работают шикарно. Славянка на буровых установках, во-первых, это не мои слова, это слова чисто самих этих буровиков, которые бурили эти самые сваи. Но это на самом деле важно, это самый лучший отзыв. Это конечный потребитель фактически рассказывает эксплуатацию того, что он получил. Да, на буровых установках они, в принципе, тянутые, шикарно тянутые. Виктор, насколько я знаю, вы планируете открывать еще, скажем так, намоточный цех, кабинет где-то в Москве. Правда ли это? Да, собираюсь открыть его в Зеленограде. И это, в принципе, нормально. Потому что Славянку, я считаю, что ее нужно продвигать. И это будущее. И если мы сейчас не будем делать Славянку, то завтра мы можем остаться без планеты. Ну, собственно, уважаемые зрители, теперь вы получаете ответ на вопрос, а есть ли кто-то в Москве, кто сможет вам выполнить намотку Славянка? Вот, Виктор, собственной персоной. Ну, я могу одно сказать. Славянка – это под каждое оборудование мотается своя Славянка. Ну, конечно, там очень много тонкостей и нюансов. И делать то, что давайте любой, и мы вам сделаем любой. Во-первых, двигатели очень плохие идут. Это те, которые перемотали 2-3 раза, которые сожгли, и которые уже железо получило с Баванка. То выбросить этот двигатель, купить новый и его перемотать на Славянку. А вот к вопросу об ответственных двигателях. Я слышал, что вы выполнили успешно обмотку двигателя в мегаватт. Ну, он не сильный мегаватт, там 950, но тем не менее… Да, ну, то есть, в принципе, да. Ну, это, конечно, это уже другая история. Ну, я так понимаю, это все тоже непросто делается и… Ну, да, одному это делать тяжело. А, вы еще и один это делали. Не говори. Ну, это сильно. Это было тяжело, конечно. А так, все это делается, все это считается, и все это работает, если к этому подходить нормально. Ну, то есть, опять же, если мы возвращаемся к экономии потребителя, то это и ресурс, и экономия электроэнергии. Фактически, та сумма, которую потребитель платит обмотчику за то, чтобы тот выполнил Славянку, она окупается. Вот Митя Александрович, по-моему, говорил об этом, что в районе трех месяцев, если я не ошибаюсь, идет оправдан. Правильно, потому что тот первый 55-ку мы ставили с энергетиком на счетчик, мы ставили его на счетчик до перемотки, а потом вырубили и перемотали. Это были не мои слова, это было ровно три месяца окупаемости 55-ка, которая работает сутками. 55 кВт сутками он дал ему три месяца окупаемости. Это да, это есть. И, в принципе, тот человек как бы еще есть, ну, то есть все, как бы, это есть. Интересно. Но, опять же, чтобы это понять, нужно, чтобы каждый энергетик был заинтересован. Чтобы до этого был сделан аудит, чтобы до этого были сделаны, допустим, там, недельные, там, месячные замеры. И вот тогда стоит приходить уже на Славянку, и тогда мы увидим результат. А с одного двигателя не увидишь результата никакого. Аудит фактически нужен для того, чтобы получить некие отчетные показатели, да, на основе которых потом можно уже будет посчитать то, что получится. Да, конечно. Сделается один аудит, уже после этого идет модернизация, после этого еще один аудит через какое-то время. У нас сейчас... Собственно, тайные становятся явные. У нас сейчас заводы тратят. У них потери, потери. Даже, я бы сказал, между нейтралью и нулем до 60 ампер токи. Причины уходят. Они теряют. А за счет чего это происходит? Потому что то там контакта нету, то там двигатель не соответствует, то там вообще все-все оборвано. Да. И все. Но никто за это... Ну, есть, конечно, которые сейчас стали думать и стали следить. И поэтому тогда ты будешь знать после аудита, ты знаешь, какой тебе надо туда двигатель поставить. Тебе, может быть, этот 11-киловаттник большой, но поставь туда 7,5-киловатт. А потом оказывается, что тебе и 7,5-киловатт, это много. Это кто-то придумал, поставил 11-киловаттник. То есть фактически на производстве очень часто этот момент, когда покупает человек, допустим, какой-то станок, да, там установлен определенный двигатель, допустим, на те же 11-киловатт. Но по факту он там не нужен. Нужен 7-киловатт. И даже банально вот за счет этого можно уже сэкономить. А если это еще и сделать с применением славянки, экономия увеличивается. Конечно увеличивается. Значительно. Во-первых, славянка очень хорошо работает на гидроэлектростанциях. Это тоже уже акабы пройдено. Это тоже уже есть, что работает. Это первое еще дополнение. И то, что в генерацию славянку тоже уходит раньше, чем уходит классика. Это важный момент. Это тоже есть, и оно есть уже как бы уже, ну, это уже есть рабочее, кажется, то, что работает. А вы лично это проверяли на себя? Ну, конечно, а как. Гидроэлектростанции стоят и работают. Есть ребята, которые, самое главное, собирают всю эту электронику, собирают все эти. И чисто идет запуск уже прямо на зеленый тариф нашего синхронного двигателя на славянке. А пример какой-то мы можем привести? У меня есть фотография. Но дело в том, что, а есть люди, которые просто ставят, допустим, один самый двигатель и меньше мощности, крутят двигатель больше мощности. И тоже получают, там уже меньше нужно даже и по емкости уже кваров меньше, чтобы оно тебя загенерировало раньше. И потом самое интересное, что потом славянка не боится, когда у тебя даже в гидро напор куда-то что-то ушел, даже вот у тебя уже загенерировался двигатель, да, пошел уже, стало давать. И ты маленько, дабы уже убавил обороты, допустим, там вода меньше стала бежать. Но при этом славянка не потеряла генерации, и она уходит. А в классике она слетает. А вот чем это? Ну это надо все-таки. Это нужно ставить прибор, это нужно проверять. Но то, что классика бы слетела бы при уменьшении оборотов, а славянка держит. И славянка, во-первых, двигатель 100 кВт, а с него высасывают 120 кВт, и он еще и тянет. Серьезно. Серьезно, и оно не греется. И двигатели, вот 75-ки на генераторе стоят, они их крутят, обыкновенная помпа, поставили турбину, насосом помпой крутят, и он тоже выдает. И тоже генерация идет. Действительно, очень серьезно, потому что я вот на себе, например, проверял, как работает ДА-90С, это вот то, что Виктор Арестов делает, тяговые электродвигатели. На мотоциклах их устанавливали. Там тоже очень феноменальные результаты. Действительно, двигатели не греются. Как-то вот не едешь на этом мотоцикле. Да нет, славянка есть, она в принципе. Вот тоже, если сейчас его закончим, то он тоже будет ездить. А это тоже тяговые двигатели? Ну да, это уже будет бомба. Будем ждать. Это называется уже не китайский вариант, это наш российский. Славянский вариант. Нет, там-то тоже славянка идет. Ну просто по габариту, тот больше, тот меньше. Да, да, да. А так, чисто. Просто он больше повезет, чем тот. Ну конечно. Все же имеет свое. Совсем другой размер. Конечно. Виктор, а вот мы затронули тему проверки двигателей. Вот насколько я знаю, сейчас вот в интернете популярная тоже тема, и в учебниках это пишут, что можно проверить, насколько я понимаю, правильность схемы, которую собрали. В пакете статора. А, в сборке схемы. Да, то есть дает напряжение, кидают подшипник, либо какой-то цилиндр, что-то там еще, и начинает вот он крутиться в двигателе. Вот что это такое, что проверяется этим? Расскажите, пожалуйста. Очень часто сейчас стали задавать вопросы, скидывать подобные видео и говорить, а может ли славянка так? Нет, я могу одно сказать, что да, это есть, в принципе, на пониженном напряжении это так и проверяется от двигателя, но обычно я могу одно сказать, что славянка не крутит на малом напряжении. А насколько я знаю, асинхроник тоже обычный? Нет, на 36 вольт включи его через тессоматор асинхроник и брешь шарик, он у тебя будет крутиться. А славянка нет? А славянка не будет. А с чем это связано? Я считаю, что я не знаю, с чем это связано. Я могу одно сказать, что я из-за этого перематывал двигатель два раза, потому что сам чисто всегда проверял, кидал, все работало. Когда стал работать со славянкой, думал, что будет то же самое. И кинул, и не работает, я его опять уже из сушки, ну, он уже все, как бы, пришлось схему разбирать, схема правильная. Ну, подумал, что где-то где-то в проводах, а клиенту надо было отдавать. Это было, и это был, сам, с компрессора, все, двигатель. И я, клиент приезжает, я говорю, сейчас, подожди, мы тебе, ну, проверим. Ага, а он не крутится. Я, елки-палки, ну, отдавать надо, короче. И все, я вырубил, за ночь я его перемотал. Он утром приезжает, я ему, все, на, забирай, готовый. Он, ну-ка, брой шарик. Я говорю, да не буду. Он, нет, я брось, чтобы работал. Я, ну, бросил, он, так он же опять не крутит. Я говорю, ну, не крутит. Ну, забери, ну, что я могу, у него все правильно. Я, естественно, уже не мог ошибиться. А почему не крутит, сам разберешься. Ну, когда поставили в компрессор, он до сих пор работает, двигатель. Но, на самом деле, ну, если подавать завышенное напряжение, то шарики я больше в славянку не бросал. Это точно. Я все время проверял уже чисто какой-то вертушкой какой-то. Так давайте мы сейчас проверим этот, развеем, так сказать, миф способности. Вот у нас в лаборатории есть возможность что-то сделать. Нет, я был бы, конечно, рад бы это все-все сам проверить. Тем более мне потом его не перематывает. Так что, тем более. Дело в том, что почему-то вот именно на классике идет, а на славянке, самое, кажется, шарик. То есть я бы сказал, что проверка шариком для славянки, это не актуально. И можно в учебнике это не писать. Нет, можно, но это опять же, опять, это нужно или подать повышенное напряжение, что именно опасно, потому что или шарик выскочил, или в окно улетел, или в глаз попало, или двигатель сгорел, не успели добежать, двигатель уже сгорел. То есть, ну, или там стоите где-то, один включает, другой. То есть одному человеку это можно его даже еще и сжечь. Нереально. Давайте переместимся туда, и там мы продолжим разговор на эту тему, и как раз наглядно продемонстрируем вот такой опыт. Давайте. Давайте. Ну, собственно, вот мы и переместились в нашу лабораторию, где мы будем сейчас проводить опыты, эксперименты, и будем помещать в наш двигатель сначала металлический шар, хотя последовательность может быть любая, маленький подшипник, вертушку, которая состоит из металлических дисков без подшипника, и, конечно же, гвоздь программы, это большой промышленный подшипник. Это все, что здесь можно было сделать в быстрых условиях. Да. И стоит отметить, что если вы захотите повторить нечто подобное, то вам необходимо использовать низковольтный двигатель, потому что на высоковольтном может случиться неприятность. Она обязательно случится, поэтому не повторяйте это дома. И также наш двигатель является тяговым, поэтому вы должны об этом знать. Давайте пробовать. Давайте. Давайте туда. Давайте тогда начнем вот с этой свертушки. Игорь Корхов нам помогает, он, так сказать, за пультом. Давай, я просто, малое напряжение. Вот сейчас какое напряжение здесь? Вот сейчас 100% ток. 100%? А вот сейчас мы ее уменьшаем. Насколько сейчас ее уменьшаем? Видно хоть там, нет? 70%. Ну, так, а меньше 50. 50%. До 30, доводи все. До 30. Все. Вертушка стала все медленнее, медленнее. Если мы... А вот это, сколько сейчас? 20% на этом. 20%. Она, в принципе, встала. То есть на 20% она уже теряет вращение. Да, и так же, в принципе, и двигатель, который будет общий пром, он тоже при низком напряжении, то оно еще будет ходить, крутить. Но славянка при низком напряжении не пойдет. Но это же неплохо, я так понимаю. Это всего лишь особенности. Да. Так, теперь с чего начнем? А давайте подшипник. А вот теперь опять же мы оставляем те же 20%. Нет, сейчас я полное даю снова. Полное. Давай полное. Даешь? Полное это в данном случае номинальное напряжение? Давай, давай. Ты дал, нет? Все, номинал сейчас. Ну, пошипничек почему-то сам не хочет. Пошипничек. Ну, пока, мимо всего, вот, не толкнешь. Это сейчас уже номинал? Сейчас номинал. Ну, хорошо. А давай тогда сам убавляй на сколько. Ну, это же 60%. Ну, в принципе, здесь это уменьшаешь поле, уменьшается вращение. Все. На 40% он уже выскочил и он уже, то есть, это вертушка была на 20%, она еще крутилась. Подшипник уже выскочил на 40%, он уже не стал хранить. Он потерял свое поле. И тяжелее, и в том, что это совершенно другой материал. А вот теперь мы кидаем шарик. Даю полу. Давай, давай. Вот он пошел. Это номинал, уважаемый. Номинал. Да. А теперь ты даешь сколько? Понимаю, плаву не знаю. Давай. 60-50%. Да, но это можно, мы решили так сделать, сначала намотать, чтобы была классика, заводская, намотать славянку и потом этот эксперимент сделать, только уже на одинаковых тоже показателях. Два двигателя, и чтобы это было уже видно конкретно, что это на классике, а что это на славянке. И как оно идет, и как оно работает. Чтобы уже была конкретика. Сейчас мы, в принципе, на силовом двигателе, на тяговом, но это и то показало то, что уменьшаю, если я, то значит и шарик не крутится. Ну, то есть, поле уменьшил, напряжение убрал, токи убрал, и шарик уже начинает стоять на месте. Давайте попробуем наш большой подшипник. Вот это будет лучше всего. Очень наглядно, да? Сразу давайте прибегнем к помощи, конечно же, изоленты. Так, где нам вот здесь ее положим? Он сейчас еще не включил. Готов? Да. Видно, коллеги? Все, поднимаем, поднимаем движение. Прилип. Ну, это ничего страшного. Так, у меня рука, так сказать, не набита. Вот так вот, да. Он сейчас номинал. Номинал. Номинал? Да. Вот сейчас одно, не прерывая руки, вот так и держи. А теперь убирай. Уменьшать начинаю. Сколько? Стоп, стоп, стоп. Все. Он встал. Всего, ну, это 70%. Семьдесят процентов, где-то. Семьдесят процентов, и подшипник уже все встал, да? Ну, то есть, опять же, закономерность. Это же. Чем больше, да? Да. Тем, собственно, тяжелее. Но если мы сюда запихаем, в принципе, ротор, то он, конечно, тоже будет вращаться. Но это, опять же, это тяговый двигатель. Это у нас не общий пром. Ну, здесь совершенно другие токи, другие показатели. Если сейчас здесь токи высокие, и при уменьшении, тогда только мы что-то можем увидеть. Ну, а фактически, вот если мы сейчас посмотрим еще этот момент, да, для чего делается этот тест? То есть, что им обычно хотят показать? Правильность сборки схемы. То есть, фактически, в случае со славянкой, этот тест имеет место быть? Он показывает эффективность, ну, правильность собранной схемы или нет? Или все-таки нельзя однозначно сказать на славянке? Я могу сказать однозначно, что если славянка работает на двух фазах с полным ротором, то шарик все равно она будет крутить. Но только при большем напряжении, чем ваша будет крутить. То есть, здесь правильность славянки сборки схемы, даже и до, и до, которые сейчас они выпускают, рекламируют, и та маленькая, иногда, бывает такие моменты, что она просто врет на славянке. Показывает, она погоду показывает. В приборах или в чем? Прибор, славянку, как бы он или не отгадуирован на нее, или не настроен, но очень часто он на славянке врет. То есть, вне условиях лаборатории, подручными приспособлениями, также можно проверить эффективность двигателя? Ну, по крайней мере, базовые какие-то характеристики показать. Это взять 2-3 прибора и тросоматор, и все можно проверить, то есть, даже не вставляя ротор. Отлично. Ну, то есть, подытожить можно таким образом, что в данном эксперименте славянка работает несколько в другом режиме, нежели чем классический двигатель на треугольнике или на звезде. Поэтому, я думаю, так как у нас есть возможность сравнить в дальнейшем славянку и классику, я думаю, мы это постараемся сделать, и уже покажем конкретные различия на примере. Обязательно. Вот. Ну, а в данном случае нельзя утверждать, что, скажем так, тот же там шарик или подшипник, который в славянке крутится при большем токе, это плохо или неправильно. То есть, таким образом, мы не сможем сделать вывод о том, что двигатель не работает или схема собрана некорректно. Она просто другая. На славянке, да. Да. На славянке, потому что все равно шарик будет крутиться. Вот. Ну, и отлично. Только при большем токе. Да. Ну, и даже, нет, ну, опять же, смотря как перепутана схема. Если у тебя схема перепутана будет на самом деле, то она не будет, если, ну, все зависит от того, как ты соединил схему. Ну, то есть, проверять славянку таким методом тоже можно, просто нужно учитывать, что для вращения нужен больший ток. Если схема будет некорректная, соответственно, мы это сможем понять по зависанию, наверное. Славянку можно. Ну, я могу одно сказать, что если сам обмотчик себе не доверяет, то тогда пускай проверяет. Каждый обмотчик обязан сам себе доверять и верить. В первую очередь себе, что он сделал хорошо и что он дал гарантию, потому что он это сделал. Может быть, у вас еще есть какие-то пожелания? Хотите чем-то еще поделиться с нами, рассказать какие-то, может быть, интересные случаи? Или вот по поводу, тоже обращаются ли к вам по поводу технологий славянка? То есть, может быть, кто-то хочет, чтобы вы помогли научиться мотать двигатели по данной технологии? Потому что не так много в мире обмотчиков, которые способны на это. Обращаются. Но всех я сначала посылаю покупать справочник. Сейчас Дмитрий Александрович уже давно выпустил справочник. По совмещенным обмоткам? Да. И с этого нужно обмотчику, который желает научиться, начинать со справочника. Я считаю, кто справочник не приобрел, то, значит, ему славянка просто не нужна. И здесь, как говорится, у славянки тоже очень много плюсов и очень минусов. Минус то, что ее мотать, что ее считать, что это укладка. Это долго, это, как говорится, нудно. Плюсы то, что она хорошо работает. И на форуме, когда даже люди обращаются, что вот помогите, рассчитайте, я хочу, ты начни сначала и купи справочник у Дмитрия Александровича. Ну, фактически, я бы даже сказал, что это не минус славянки, это просто более сложные технологические процессы. Для того, чтобы к нему подойти, нужно сделать это с головой и определенным багажом знаний. И вот как раз-таки приобретение справочника поможет, наверное, человеку лично все это дело изучить, поподробнее ознакомиться и принять решение для себя, надо ли ему это или не надо. Да, но начинать все равно, кто даже ко мне обращался, то всегда начинал человек со справочником. Сначала покупал справочник, и потом мы с ним всегда разговаривали и находили тему. Человек, покупая справочник, обмотчик, покупая справочник, он должен теоретически ознакомиться с знаниями или попробовать что-то все-таки намотать по нему? То есть, возможно ли, просто купив справочник, опытному обмотчику, ну или даже не очень опытному, и руководствуясь только тем, что есть на его страницах, взять и сделать двигатель для личного пользования? Конечно, конечно можно. И в принципе справочник, там все и так понятно, там все написано для того, чтобы человек пришел, прочитал, если у него есть определенное знание и уже какой-то опыт, он сядет и это дело посчитает и себе сделает двигатель. В итоге мы получаем то, что Славянка имеет очень много плюсов, очень много положительных качеств, и действительно ее использование конечным потребителям очень нравится, и заказов действительно хватает. Поэтому спасибо вам большое, поделились с нами опытом. Заходите к нам еще. Обязательно, да. Ну и еще раз повторюсь, теперь каждый из вас в ближайшее время сможет стать клиентом Виктора, потому что он будет заниматься модернизацией асинхронных электродвигателей по технологии Славянка в городе Зеленоград. Как только мы получим подробную информацию и контактные данные, мы, конечно же, вам их сообщим. Спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!